МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 2025 года в Ульяновской области необходимо построить 27 межпоселковых газопроводов, что позволит газифицировать более сотни населенных пунктов. После, без затрат для собственников, трубопровод протягивается до границ домовладений. Кроме того, от использования твердого топлива постепенно отходят и социальные учреждения. 100 миллионов рублей в этом году потрачено на строительство модульных газовых котельных для школ в Сенгелеевском, Барышском, Кузоватовском, Старокулаткинском и Теренгульском районах. Современный теплоисточник надежнее прежнего, экономичнее. С ним проще поддерживать необходимую температуру в помещениях. В планах на год грядущий темп прибавить и оснастить газовыми котельными более 10 сельских школ. Планы на газификацию региона Алексей Русских обсудил с представителями газоснабжающей компании. За время действия программы в Ульяновской области к голубому топливу подключили свыше 5 и 6 тысяч домовладений. Уровень газификации в регионе достиг 80%. Уже сейчас договоры заключены с 9 тысячами будущих потребителей. У 8 тысяч газопровод довезен до границ участков. А вот на территории домовладения, напомним, собственник прокладывает сети самостоятельно. Для льготников предусмотрены скидки. С этого года на них могут претендовать участники СВО, члены их семьи, инвалиды первой группы и лица, ухаживающие за детьми и инвалидами. По программе догазификации ресурсники на нашу область уже выделили порядка 12 миллиардов рублей. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы подключить наши социальные объекты к системе газификации. Переводим котельные на газ. В этом году 9 таких социальных объектов будут переведены на газ. И в планах порядка 500 объектов. На это выделяются наши региональные бюджетные средства. Ульяновская область также вошла в программу газификации садово-огородных товариществ. Голубое топливо поступило уже в 80 СНТ. Пилотный по беспилотникам регион. Ульяновская область продолжает воплощать еще одно большое начинание. Организация классов для подготовки специалистов по БПЛА. Напомню, по намеченному плану, такие классы должны открыться в 18 учебных организациях. Подготовка кадров – одна из основных составляющих национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Лишним будет напоминание, что дроны сегодня применимы не только в оборонке, но и практически в каждой гражданской сфере. Потребность в грамотных специалистах будет только расти. Классы баз создаются в 17 школах и лицеях Ульяновской области. Еще один действует на базе авиационного колледжа. Факультативные занятия будут вести педагоги, прошедшие специальную подготовку. Обо всем подробнее Антон Кузьмин. Ульяновский беспилотный кластер начал свою работу. Благодаря участию в профильном национальном проекте в регионе удалось с нуля создать и оснастить 17 специализированных классов. Первыми на взлет пошли школьники лицея при ЛГТУ. Пока только виртуально. Здесь дети в виртуальном пространстве отрабатывают основные моменты, с которыми могут встретиться в летной практике для того, чтобы не испортить беспилотник, когда столкнутся в реальности управляемым. До реальных полетов нужно еще учиться и учиться. Как и в любой науке, практике предшествует теория. Занятия комплексные от изучения электронной начинки до знания правовых аспектов применения. Беспилотные технологии – это не игрушки. Сегодня аппараты с дистанционным управлением широко используются в самых разных отраслях. А значит и работа с ними требует от пользователя всесторонней подготовки. Это не только освоение самих летательных аппаратов, которые используются в разных отраслях и аграрном, и военном деле, и в промышленности, но это еще и развитие технического мышления. Это вообще основа инженерного образования. Учатся не только в школах и не только школьники. На базе Ульяновского авиационного колледжа этой весной приступили к подготовке педагогического состава. Для того, чтобы в школы пришли уже подготовленные педагоги, совместно с Институтом развития профессионального образования, военно-патриотическим клубом «Воин» Федерации гонок-дронов России, была подготовлена образовательная программа, которая как раз и позволила нам подготовить наших педагогов. Теоретическую часть подготовки педагоги завершили дистанционно на предоставленной Институтом развития профессионального образования онлайн-платформе. Практическая же часть проходит уже в очном формате. Двухнедельный интенсив предусматривает проверку и закрепление всех полученных навыков – от пайки микросхем до управления беспилотником. Финальный рубеж программы – реальные полеты. А вот так выглядит практическая часть экзамена. Педагог под надзором инструктора должен поднять птичку в небо, выполнить несколько пилотажных фигур, облететь все флаги, а затем посадить ее в центр, на площадку. Сдавать практику в Ульяновск приезжает из всего Приволжского федерального округа. Сегодня тестирование проходят преподаватели из Самарской и Саратовской областей, Республик Мариел и Мордовии. Свободных мест в группе нет. Новая компетенция пользуется большим интересом и престижем в среде педагогов. Имею специализацию дополнительную – это информатика. И всегда интересно учиться чему-то новому, тем более такие технологии новые, перспективные. Для меня самое сложное на самом деле было прохождение симуляторов на компьютере, потому что никогда в компьютерные игры не играла и не увлекалась. А вообще очень много интересного для себя узнали. Это определенный уровень школы, это определенный уровень подготовки учащихся, это что-то новое. А новое всегда поощряется. Поэтому, конечно же, сама как директор с группой своих педагогов. У нас четверо человек, мы приехали из школы, чтобы обучаться. А сейчас мы получаем оборудование. Полностью мы вообще не получили. Вот нам по двум контрактам еще осталось некоторое оборудование получить. По приезду мы уже приступим к обучению, набору групп. После прохождения обучения уже готовый учить педагог получает диплом о профессиональной переподготовке и методические рекомендации. Они всегда будут под рукой для использования на занятиях в школе. С марта по октябрь профессиональную переподготовку по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем прошло уже свыше сотни учителей. Антон Кузьмин, Павел Асланиди, Юрий Тимонин, репортер 73. Как устроена экономика, какие механизмы запускают те или иные процессы, ликбез со школьной скамьи. Обучение школьников, а зам предпринимательской грамотности помогает тем увереннее чувствовать себя в мире рыночных отношений, оперировать терминами и даже предлагать собственные инициативы. Лига школьного предпринимательства – проект, год за годом охватывающий все больше учащихся. В самых разных форматах – от мастер-классов и семинаров до посещения реальных производств. Дети проходят обучение, по итогу которого могут запустить свое дело. В девятом сезоне Лиги победу одержала Мариинская гимназия с проектом по изготовлению столярных изделий. На покупку оборудования в школу команда получила 100 тысяч рублей от регионального центра «Мой бизнес». Чем удивляет десятая лига школьного предпринимательства, знает Екатерина Горбачева. В любом деле главное начать. Об этом не понаслышке знают те, кто с трудом, но делал первые шаги к стабильному бизнесу. Во многом благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» сегодня в регионе трудится более 40 тысяч предпринимателей. Примкнуть к полуцелеустремленных и успешных, по данным соцопроса, мечтают около 70% молодых людей. Воплотить в реальность, на первый взгляд, самые сложные идеи возможно на Лиге школьного предпринимательства. Чем лига интересна, это своеобразное сообщество удачных, умных, интересных молодых людей, которые в своей деятельности, в участии в проектах формируют бизнес-идеи, которые выливаются в защиту и победители, безусловно, становятся лидерами этого движения. Каждый из этих людей – это для нас экономическая единица, кирпичик в базисе экономики, и они нам очень важны и нужны. Дети заинтересованы в том, чтобы раскрыть себя, возможности свои именно в этом направлении. То есть они чувствуют силу и то, что они действительно могут сделать не только для себя, что самое главное и важное, да, интересно тоже, как учителям нам смотреть на это, но и для своего города, края и страны. В Точке кипения все серьезно. При желании и должной поддержке школьные стартапы могут вырасти в малые предприятия. Некоторые из школьников уже на шаг к этому ближе. Сейчас должны мы будем придумать не столь трудную, но креативную идею для стартапа нашего возраста. Нам раздали картинки с предположительными темами. Вот у нас есть гостиница, виртуальная реальность, проблемы скука и темы пенсионеров. Найти способы решения проблемы, определить возрастную категорию клиентов, описать свойства продукта и выделить его преимущества – первые шаги к реализации задумки. В ответе за эффективность сердца стартапа – команда. Получается способ символизации, то, что мы учимся работать, получается, на публику, представлять свой проект, выполнять разные изделия в команде. Мне кажется, в первую очередь этот проект нужен школьникам для того, чтобы научиться работать в команде. Развить какие-то, может быть, для кого-то лидерские навыки, для кого-то творческие. Проект – это уникальная возможность сблизиться с одноклассниками, ну вот как в нашем случае получилось. А получилось так, что слаженная работа и креативное воплощение идеи в прошлой Лиге школьного предпринимательства помогло этой команде учеников Мариинской гимназии занять третью ступень пьедестала. Своими руками с заботой об экологии изготавливали подставки, подносы, кашпо из джута. Девушки в этом году будут также участвовать с этим проектом в Лиге школьного предпринимательства. Появляются новые идеи, появляются новые изделия, способы продвижения, не только уже через мессенджеры, это социальные сети, это какая-то небольшая реклама, интернет-реклама, ну и также при личной встрече это определенные визитки и определенные скидочные купоны. То есть весь набор маркетинговых инструментов используется. Заявить о себе, получить советы от бизнес-экспертов, найти свое направление для развития таланта. Такой возможностью за 10 лет воспользовались больше 120 тысяч школьников. Многие стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми с целью сделать свое молодое дело, пускай и малым, двигателем экономики. Екатерина Горбачева, Сергей Рябухин, репортер 73. Каникулы близятся к концу. Из понедельника школьники вернутся за родные парты. Но пока у детей есть свободное время, взрослые должны быть на чеку. Об этом напомнили сотрудники госавтоинспекции, участникам дорожного движения. Правила дорожного движения соблюдать важно. Быть внимательными необходимо. О безопасных каникулах и не только Павел Петриков. Юные инспекторы дорожного движения помогают старшим коллегам, напоминая водителям, что дорога – место повышенной опасности, требующая от участников движения максимальной концентрации и внимательности. Только за 9 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в котором 121 ребенок получил травмы различной степени тяжести. Уважаемые родители, ежедневно напоминаете своим детям о неокоснительном соблюдении правил дорожного движения. Общобластное профилактическое мероприятие «Внимание! Каникулы» приурочили к школьным каникулам. Период, когда у детей появляется больше свободного времени, и они чаще выходят на улицы города. Водители призывают неукоснительно соблюдать ПДД, а родителям напоминают, что именно их пример оказывает наиболее сильное воспитательное воздействие на детей. Водитель при тормозе. Ну а если ты не водитель, а родитель, а может быть все сразу, то своим примером учи ребенка правильно переходить дорогу. Не перебегать на запрещающий сигнал светофора, а если уж переходить, то только по зебре. Если на велосипеде, обязательно спешивайтесь. В общем, кого я учу, все эти простые правила, скорее всего, знают и так с глубокого детства. 25 сентября в Государственную Думу внесен законопроект о запрете пропаганды «Чайлдфри». Депутатские мнения разделились. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что голосование по этому вопросу будет поименным. А к одной из фракций спикер обратился в особом порядке, заметив, «Если эта партия выступает против инициативы, то, цитата, тогда вас не будет в будущем». При этом Володин призвал народных избранников не пугать россиян непродуманными предложениями, в частности, налогом на бездетность. Запретить пропаганду бездетности – одно, давить на общество, особенно в такое непростое время – другое, и это неприемлемо. Демографическая катастрофа может случиться, если люди продолжат отказываться от рождения детей, если многодетность не станет нормой, уверены государственные деятели. Что же мешает россиянам плодиться и размножаться, а что наоборот может поспособствовать преодолению демографической ямы, наша съемочная группа спросила у ульяновцев. Устами народа в рубрике «Глаз народа». Что нужно семье, чтобы завести ребенка, на ваш взгляд? Любовь. Ну, наверное, быть психологически здоровым, ну и финансово опорным. Жизнь стала намного дороже. Квартиры свои сейчас, если покупать, то, скорее всего, с большим процентом. Много денег нужно будет на это отдавать. Ну, и думаю, это в большей степени пугает. Из материальных побольше денег платить им. Пусть платят доплаты еще какие-то. Это хорошо. В наше время советской этого не было. Сейчас доплаты детям есть какие-то. Я считаю, что в нашей стране материально очень хорошо обеспечивает. Наш президент предоставляет всякие. Ну, то есть мне очень понятно все это. Ну, молодые люди, мне кажется, они даже не хотят семью заводить, прежде всего. Дело в том, что молодежь привыкла как бы для себя жить. А так как появляется ребенок, приходится на ребенка тратиться, может быть, вот это их останавливает. Я не знаю. Получается, эгоизмом слишком много? Ну, я думаю, да. Меня останавливает чисто финансовый вопрос. Вот, потому что если человек готов, то, в принципе, не знаю, только финансовый может остановить. Если он не готов, то лучше, наверное, не заводить детей. Жить негде, денег нет. Здоровье. Ну, и деньги, получается, да? Ну, само собой разумеется, что потом было на что этого ребенка содержать. Я родила дочь в 91-м году. Помните, наверное, какое время было в то время. Я родила дочь. Выросли. Сейчас у меня внуки. Я считаю, что дети нужны всегда. У меня как бы ребенок тоже в таком возрасте, что можно бы уже иметь детей, но пока не имеет, так скажем. Вот. И я пока не знаю. И вблизи меня тоже нет таких людей, которые могли бы мне какую-то информацию дать. Я не знаю. Почему ребенок не завел детей никак, не комментирует даже? Ну, он как бы готов, но пока еще вот. По новостям-то рождаемость у нас почему-то снижается. Наверное, неопределенность какая-нибудь в жизни. Нет, просто по окончанию каких-либо учебных заведений, по профессии мало кто идет. На этой неделе в России отметили День беременных. Этому празднику в календаре отпущено две даты – 7 апреля и 7 октября. Для будущих мам в городской поликлинике к осеннему событию приурочили мастер-класс, призванный раскрыть формулу счастливого материнства. Также врачи напоминают – репродуктивное здоровье требует бережного к себе отношения, как женщин, так и мужчин. Забота о здоровье должна быть комплексной. Ежегодно семь ульяновских центров здоровья посещает не менее 70 тысяч наших земляков. Цифра достойная, но в основном затрагивающая людей преклонного возраста. Трудоспособное население в часы работы центров работает. Потому профилактическая медицина решила идти в народ сама. Все о маршруте уже известно моей коллеге Татьяне Домодановой. Как раз для работы в предисневой области. То есть вы чистите вот аккуратненько, прям без нажатия. Как чистить, чем питаться, сколько спать и какие анализы, в какое время сдавать. На презентационных площадках регионального форума укрепления общественного здоровья – многообразие информации для многолюдной аудитории. Событие приурочено к 15-летию с момента создания в Ульяновской области семи центров здоровья для взрослых и детей. Среди участников медицинское звено, так или иначе завязанное на предупреждении болезней. Руководство профилактических центров отделений кабинетов. Главная форумная цель озвучена, что называется, с порога. По новому указу президента продолжительность жизни у нас к 2030 году должна стать 78 лет, к 2036 – 81, но на сегодня в Ульяновской области 72 года. Андрей Исаев уже перевыполнил на 22 года. Но это скорее позитивное исключение с собственной, ясно-четкой формулой, чего нельзя. Курение, алкоголь, недосып, переедание. Вот эти формы. И люди мешают, чтобы долго жить. Формула, что нужно, чтобы подольше, у Андрея Николаевича проста – посильные физические нагрузки. Мудровозрастные ульяновцы как могут поддерживают. Я осталась одна, надо было себя чем-то утешить. И я занялась. Сколько бегаете? Как часто? Каждый день по 9 километров. Я живу в своем доме, у меня огород. Вот это вся моя растяжка. К сожалению, возраст мой далеко за 70, и поэтому мы только гуляем. По 3-4 часа – это для нас и фитнес, и все остальное. У фитнеса это занятие спортом привносит здоровье нам, бодрость духа. Здоровый образ жизни вообще самый полезный, по-моему, заниматься обязательно надо спортом. У меня сын занимает спортом, мы все занимаемся спортом. А теперь мы все вовлечемся в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Его практическое воплощение подразумевает переформат центров здоровья, неустанные медосмотры и диспансеризацию. В последнюю, кстати, вписалась особая разновидность – диспансеризация репродуктивного здоровья. Актуально для возрастной группы с 18 и до 49 лет. Профилактическая работа должна быть приближена к людям, то есть к промышленным предприятиям, к учреждениям. То есть, чтобы не люди к нам на профилактику шли, а мы к ним. Мы уже сейчас это практикуем, но будет это уже на постоянной основе. Усилят индивидуальное консультирование с последующим составлением ЗОЖ-программ. Будут определять биологический возраст человека и сопоставлять его с реальным. Новое введение нас ждут – это цифровая платформа. То есть мы с вами будем при помощи цифровых платформ ввести далее наших пациентов. Подытоживая, с 2025-го активизируются сразу три приоритетных нацпроекта. Продолжительная активная жизнь, семья с акцентом на поддержку детского здравоохранения и новые технологии сбережения здоровья. 24 действующих муниципальных программ ЗОЖ сольются в одну, максимально ЗОЖную. Это пока теория. Практику оценим как минимум годом позже. Татьяна Домоданова, Юрий Тимонин, Максим Архипов и Сергей Рябухин. Репортер 73. Репортер 73. Слата в Ульяновской области варьируется от 46 до 60 тысяч рублей. Минэкономразвитие приводит цифру в 56 тысяч за январь-июль 2024. По сведениям ведомства, по стране аналогичный показатель 85 тысяч рублей. Следует принять во внимание, что на сумму от региона к региону влияют разные факторы. От географического положения до промышленного развития. На собственное благосостояние повлиять под силу каждому. С этим поможет финансовая грамотность. Владеют ли ею россияне, сейчас проверяют на масштабном онлайн-зачете. Подробнее Вячеслав Новожилов. До зарплаты недели, а вы уже намели. В карманах, кроме ключей, звенит еще и мелочь. Да бросьте, хорошо не жили и нечего начинать. Эта логика неверна. Даже если вы получаете меньше 32 тысяч рублей, а это медианное по региону, выход есть. Речь не про кредиты. С 8 по 29 октября в регионе, как и по всей стране, проходит онлайн-зачет финансовой грамотности. Проверка не только для тех, кто уже достиг средней зарплаты по стране, но и для тех, кого минуют финансовые потоки. Зачет включает в себя актуальные темы по финансам, таким как личный бюджет, инвестирование, предпринимательство и защита от мошенничества. В рамках зачета подразумеваются два уровня сложности. Базовый и продвинутый. Также зачет можно пройти как индивидуально, так и в составе семейной команды. Кроме того, с 15 по 17 октября пройдет отдельный зачет для школьников средних и старших классов. Успешное прохождение данного испытания позволит в индивидуальном зачете, позволит учащимся принять участие в финале Всероссийской Олимпиады «Высшая проба». Олимпиада «Высшая проба» входит в список школьных олимпиад и дает определенные льготы при поступлении в ВУЗы. Да, Центробанк напоминает монетами. Даже самого презренного на кассах номинала разбрасываться не стоит. Их до 20 октября можно принести в банк. Основная цель монетной недели, конечно же, вернуть монету в обращение. Во время акции граждане могут принести в банки ту мелочь, которая у них скопилась, и, соответственно, обменять ее либо на банкноты, либо зачислить ее себе на счет. Центробанки подчеркивают, монеты и банкноты – законный способ оплаты. Отказ принять их в магазинах, рицах или общественном транспорте – повод для жалобы. Вячеслав Новожилов, Сергей Рябухин, репортер 73. Иван Гончаров, Сергей Аксаков, Денис Давыдов. Эти имена объединяет не только литературная деятельность или причастность к судьбе Симбирского края. Сегодня к их творчеству отсылают гиды, с недавнего времени обосновавшиеся на Новом Венце и в его ближайших окрестностях. Эти гиды – еще одно литературно-историческое изыскание, увековечившее статус Ульяновска как родина Колобка в металле. Напомним, симбирские корни фольклорного героя обнаружил краевед Сергей Петров в нулевые годы. Легенда прижилась и сегодня нашла воплощение в серии миниатюрных фигур, украсивших центр. Нашел все восемь колебяток и познакомился с их историями Вячеслав Новожилов. Детки, а теперь давайте с вами потрем носик и загадаем желание колобку. Потрем носик и загадаем желание. Загадываем, загадываем желание. Загадываю. Это наш четвертый колобок. Мы видели колобковую филармонию, где начинается, на заборе колобок. Как у нас в Сельхозакадемии. В Сельхозакадемии. Колобок оленький цветочек. И вот колобок четвертый. Ульяновские колебятки от своего сказочного прототипа отличаются. Народ это непугливый медными фигурками, в отличие от сдобного литературного собрата, не полакомишься. Зато они охотно расскажут удивительные истории об известных земляках и ульяновских достопримечательностях. Чего стоит фигурка, отсылающая к Илье Обломову? Если вы обратите внимание на эту фигурку, то там не просто типа Обломов лежит на диване, а за задником этого дивана мы увидим маленькую собачку. Так вот, эта собачка появилась там не просто так. Звали ее Марфа Полкановна. И она реально была в жизни Гончарова. И он как бы в последние годы жизни радовался общением с этой собачкой. Она его необыкновенно просто вот любила. Известный портретист Иван Крамской, кстати, сперва написал именно мимишку, как ее звали Гончаровы. Работа так восхитила Ивана Александровича, что он согласился позировать сам. Первую ссылку, наверное, мы смотрели, что это колобок, который находится, ну там он на диванчике Обломова, да, это рядом с домом памятником Ивану Александровичу Гончарову. Вот оттуда начали. Еще одна фигурка Оленька воспевает другого творца Сергея Аксакова. Позади статуэтки распускается знаменитый аленький цветочек, а в руках у девочки письмо с печатью в виде сердца. Любой молодой человек, подойдя к этой Оленьке, увидит, что у нее конверт в руке, где вместо сургучной печати сердечко. И если он потрет, то обязательно, как тот заколдованный принц на острове, найдет свою Оленьку. Если же пару ищет девушка, ей поможет другой колобок, где он, подскажет Оленька. Пройдя по направлению ее взгляда, можно обнаружить лихого гусара в кавалерийском кивере. Он отсылает герою Отечественной войны Денису Давыдову. Он стоит возле одного из старейших каменных зданий Симбирска. Именно здесь в начале 19 века располагались губернские присутственные места. Здесь же было принято решение о создании симбирского ополчения. Это не только то, что здесь ополчение собиралось, но мы и говорим еще о том, что это здание было спроектировано по проекту известного российского зодчего архитектора Андриана Захарова. Именно он является автором Санкт-Петербургского адмиралтейства. Здорово, правда? Очень интересно, приятно. С детьми можно погулять. Гостям города, опять же, можно показать, если кто-то из друзей приедет. Обязательно будем тем показывать. Среди прототипов для колебяток также фольклорист Дмитрий Садовников, автор песни «Из-за острова Настрежень», историк Карамзин и поэт Языков. Два других колобка означают... Впрочем, оставим интригу. Найти статуэтки несложно, а узнать их историю из первых уст будет приятней. Вячеслав Новожилов, Павел Исланиде, репортер 73. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон — это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Субтитры создавал DimaTorzok и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, в ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассниках. Будьте в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова